Всем привет, господа! Сегодня я решил сравнить Кирвин Вега с колонками Кливер или Корветт 75АС-001. Они же 150АС-001, это одно и то же. И почему именно... Ну, радиотехника, понятно, там, как бы, да, по размеру похоже. Почему именно с Корветтом? Потому что Корветт это... Я еще даже до того, как Кирвин Вегу послушал, я понял, что Корветт именно с Кирвин Вегей копировали. Не впрямую, но как бы вдохновлялись концепцией. Концепция Кирвин Веги это максимально громкие колонки. То есть, чтобы при небольшой мощности, ну, там, высокая чувствительность, очень высокая, и поэтому 95-96 дБ. И это позволяет, как бы, им играть очень громко, озвучивая какую-то там вечеринку, дискотеку и так далее. То есть, это такое конкурентное преимущество, по идее. Плюс к этому Кирвин Вега, все модели, им характерно то, что они играют громко, но еще и не горят. То есть, они выдерживают огромную мощность, именно вот дискотечную такую. И это такая особенность этих колонок, что они, как бы, готовы, как говорится, ready to party. Да, то есть, готовы к вечеринке, готовы ко всему такому. Полуконцертные, можно сказать, колонки, но в облике бытовых. При этом они на тихой громкости играют нормально. И вот Corvette, это то, что советские, значит, инженеры там решили сделать, сначала она Vega 50 S021 называлась, ну, сделать что-то другое. То есть, вот есть S90, у них низкий глубокий бас, но при этом они могут, как бы, громко играть, но не супер громко, да. А они, наверное, посмотрели, вот у американцев есть такая, как эта акустика Кирвин Вега, причем там много моделей, они все вот, им всем это свойственно. Что они могут очень-очень громко играть. И давайте, типа, сделаем свое с высокой чувствительностью. У 35S-ов у всех даже, вот 35S-1, радиотехника там S90, у них, ну, чувствительность, я не помню, 80, что-то 88, да. А у Corvette, по-моему, 92. И вроде бы разница, ну, так, по числам небольшая, но на самом деле это по громкости большая разница. Поэтому, короче говоря, вот эти все Corvette и Cliver это копия Кирвин Вега, только не вот такой, а более крупной. То есть, это модель, как бы, компакт формата, хотя она размером почти как вот S90, но близко к этому. Ну, или скорее к S50, может быть, похоже на нее по размерам. А есть модели постарше, которые с 12-дюймовыми басовиками, и вот, и они по размеру, и по размеру басовика такие же, как Corvette. И вот на них, как бы, они ориентировались. То есть, ну, те двенашки от Кирвин Веги стоят, там, наверное, от 50, от 60 тысяч, допустим, я видел за 50, но я думаю, что это, там, явно видно, что это какое-то мошенничество. То есть, там, страница не пойми кто, и отзывы, и непонятно что, и какая-то, типа, девочка, я девочка не разбираюсь, да, вот. И даже, по-моему, даже дешевле, чем за 50, ну, не знаю. Но, в целом, нормальные такие Кирвухи с 12-м моделью, 12-м басовиком, а бывает еще с 15-м, еще более крупные, которые вообще, ящики огромные. Они начинаются, ну, типа, там, от 70, наверное, тысяч рублей. Имеем, что имеем, вот у нас Кирвин Вега вот такая вот, 10-дюймовая, то есть, ВС-10 модель. И, ну, то есть, короче, что-то общее у них есть, но это, как бы, чисто американская модель, да, вот она из Америки, а это советская. Ну, плюс сюда еще радиотехника, заму, затесалась, так, как дворняга. И, что, как бы, по прослушиванию я, ну, сегодня слушаю на обычном, но все деле, Ямаха, естественно, не на китайском, на этих, даже провода в Ванденхол прицепил, потому что другие заняты. Такие D-352, мощные, толстые, ванденхольские провода, акустические. Я, короче, начал слушать, но перепутал плюс и минус на усилителе, на одной клемме там. И полчаса, наверное, час записывал задом наперед, и это немножко другое впечатление нас. Я даже не заметил, что что-то не так, потому что микрофон, ну, посередине и камера. А я сижу здесь сбоку, и, может, поэтому я не услышал, что что-то центровка куда-то в сторону ушла там звуков, да. Но при этом, когда ты включаешь в противофазе одну колонку, вот в случае с корветами, это даже как будто бы на пользу, баса становится меньше, и, ну, у всех, у S90, у всех колонок, ну, появляется какая-то псевдообъемность такая более приятная. У корвета в противофазе становится звук более легкий и певучий, мне так показалось. Ну, а потом я когда уже обнаружил, что это надо переписывать заново, я заново эти там полтора часа писал, писал, вот это все. Уже, короче, ну, мозги отключаются, уже перестают разницу улавливать какую-то. Но, тем не менее, какие-то выводы есть, то есть первыми, я уже в исправленном виде записывал корвет, а, нет, первыми я сначала так, потом наоборот, короче, ну, скажем так, начал я с 35iS1 уже, когда правильное подключение было проводов, и 35iS1, ну, это прям печаль совсем, то есть там, ну, бас есть как бы такой танцевальный, а средне-высокие настолько плюются, они просто плюются, как слюнями, то есть у тебя вот этими искажениями, искажений просто куча. По крайней мере, когда сидишь в метре от них, конечно, если отодвинуться там на 2, 3, 4, 5 метров, да, вот этот эффект, на самом деле, наверное, грязного звука, он уже не особо, не так будет сильно слышно, скорее всего. И на это они как бы рассчитывали, они, наверное, не думали, что их будут там с метра слушать, они думают там, ну, какой-то большой зал вот включили и танцуют, и все. Но вблизи с 90 и 35iS1 и все 35iS-ки, кроме там некоторых совсем исключений, они очень-таки сопливые, они вот этими соплями или как гвоздями кидаются прям тебе в уши, все эти колючки летят постоянно. Ну, как бы сам звук-то такой более-менее, да, какой-то тон, но искажения вот эти вот по высоким, по средним, их очень много и прям зашкаливает, так сказать. Причина в динамиках, то есть если заменить динамики в любых 35iS на иностранные, то, по крайней мере, лучше, станет не лучше, но вот эти искажения их не будет, потому что современные динамики, они гораздо чище, чище играют. Не факт, что они будут там детальнее, что они подружатся в целом с фильтром, с концепцией этих колонок, ну, по тональному балансу, по чувствительности, но будет, короче, лучше. Короче, причина вот в этом, ну, это мы сегодня говорим про стоковые колонки, вот они так звучат, 35iS1 слушать невозможно. Ну, как коллекционная какая-то штука, как колонки в гараж, как просто вот, чтобы было громко и с басом, да, или как заготовка для тюнинга, что можно другие динамики поставить. Это как бы есть в этом смысл. А так в стоке слушать, ну, не особо приятно, прям совсем. При этом они какие-то скучные, и вот они, кстати, в противофазе тоже играли повеселее немножко, хотя баса было совсем мало. Но характерно всем 35iS1, всем S90, то, что у них нету... Во-первых, они не роковые, во-вторых, у них нету интереса их слушать вообще ни на какой музыке, то есть они просто как бы, можно сказать, мониторный, только с большим басом звук, и скучновато. Все 35iS, которые у меня были, 90-образные колонки, они все звучат скучновато, кроме там 8-омных, может быть, и все. Все остальные скучные. Есть драйва там какого-то такого... Ну, для начала, конечно, вот даже 35iS1 после китайских, например, после Sven Stream Mega, хотя Sven Stream Mega, сами по себе, когда их не сравниваешь ни с чем, тоже вполне себе нормальные кажутся. Но 35iS1 с достойным усилителем, это лучше, чем ПК Акустика, чем Микролаб, чем Sven Stream Mega и прочее, там, может, AdiFire даже. Поэтому, смотря с чем сравнивать, ну, вот уже так всерьез, как бы, ну, это просто дрова по звуку, по средним, по высоким. Ну, в том числе, потому что, может быть, модель 35iS1, у нее фильтры меньшего порядка, чем у более поздних, там, у S90, у всяких 0.15 и прочих. Там более, как бы, каскад фильтров такой более сложный, и там звук более чистый, меньше искажений, но все равно они там есть и немало. И звук все равно далек от идеала, короче. Танцевальные колонки, не более того, S35iS1. И вот после них потом я включил Кервин Вегу. Или что? Ну, по-моему, да. А, нет, и Корвет включил после нее. Корвет, он, в отличие от S35iS1, он более ровный, но более какой-то гнусавый. То есть, опять же, в противофазе, когда одна колонка была подключена, Корвет, он вроде как бы такой легкий, игривый какой-то звук был, объемный. А так вот, когда все нормально, он какой-то на маленькой громкости, вареный, я про него все время так говорю, отмороженный, холодный, угрюмый такой звук. И только, ну, есть секретик, когда ты включаешь погромче, прям уже неприлично громко, ну, я имею в виду в квартире, то это, он раскрывается, и звук становится такой более вменяемый. То есть, там и бас появляется, а так на небольшой громкости, ну, он не идеал, но такой, короче, какой-то. Но при этом у него искажений поменьше, потому что у него все-таки стоит 30 GDS вместо 20 GDS, более совершенный. А вот ВЧ-шки советские в корвете, они себя все равно выдают вот этими вот целлофановыми звуками, то есть, цыканьем таким характерным. Вот если бы у него еще бы ВЧ были какие-то получше, то, ну, это было бы что-то такое уже больше похожее на иномарку там, типа, да. Но так в целом, на малой громкости он скучен, на большой громкости он, конечно, может. Я его один раз там включал или пару раз. Это особые впечатления. Ну, я бы так на пару песен включил, потом раз и выключил. Когда он на полной громкости играет, это, конечно, само по себе просто интересно, когда ты чувствуешь вибрацию всего этого вот грудью там, да, и как бы такой мощь, как дует воздух из фазоинвертора, когда вблизи сидишь. То есть, это страшно, но интересно. И только поэтому я корвет пока еще не продаю, потому что именно в таких режимах его надо гонять. То есть, выше среднего громкости. Тогда он, ну, хоть что-то из себя представляет. И вот эта мощь, его громкость, она может впечатлить. Я, короче, ну, все, думаю, когда-нибудь в гараж отнести, и там на полной громкости включать. Я, кстати, сейчас посмотрел, сколько стоят эти корветы-кливеры, и что-то удивился, что они аж под 50 тысяч уже стоят. А этот я покупал, ну, лет 5 назад, по-моему, за 20, и, правда, без подвесов на басовиках. И это казалось дорого, а сейчас они стоят 40-50. Как бы это, ну, теперь, теперь мне уже кажется, что это недорого, да. То есть, как бы, я уже думаю, выгодная покупка. А тогда я такой думал, да нафиг он нужен, да, с таким звуком он того не стоит. Типа, да, ну, это была инфляция, вот, всего лишь, там, 4-5 лет назад. То, что часто пишут, когда у меня корвет в кадре, у тебя, типа, динамик мятый, это не динамик мятый, это сетка такая, там, москитная, как сетка, ну, типа, она, ну, ее трудно натянуть, она оборванная, надо новую какую-то придумывать, мне лень. Поэтому сетка так немножко не подтянута, с мятой, поэтому, ну, кажется, что там это что-то динамик прекрасен. Он в идеале. Ну, и корвет еще звучит как-то так плосковато, то есть он, ну, на маленькой громкости гнусовато, плосковато, не хватает ему каких-то летающих туда-сюда эффектов, звуков и всего такого. Хотя, например, мне владелец корвета писал, что у него наоборот, у него как-то на маленькой громкости как будто бы все хорошо, а потом включаешь погромче и становится как-то хуже. Не знаю, но это, кстати, корвет без платы защиты, то есть она, ее там когда-то давно отключили и выбросили. При этом подключили все правильно, то есть там в обход платы сразу как бы на фильтр, но все по-моему сделано. Я проверял там все такое. Баса в корвете нету. Вот в S90 и любых 35 яйцах баса больше, потому что он ниже. У корвета бас как бы большой, но не глубокий. Он такой как бы просто вот так вот тык-тык-тык, но он и есть как бы, он похож на закрытый ящик больше, наверное. Он схож с японскими какими-то колонками. Но именно такого низкого баса там даже и бесполезно искать, потому что корпус тесный. И вот Кливер 200 АС была такая модель, очень редкая. Ну то же самое, все просто корпус побольше в высоту. Плюс лишних там, не знаю, 40 литров добавляется, и вот там уже басовику становится оптимальный объем, и он начинает, как говорят, нормально басить. То же самое история, как с Электроникой Тори. Там вот есть 75 АС, есть 100 АС, которая серьезно крупнее по размерам, и вот в 100 АС типа бас нормальный, а в 75 АС он немножко с такой сжатый, то есть он не может как бы играть в таком тесном пространстве для этого басовика. Поэтому, ну вот в таком варианте у корвета баса. Так, скромно. Он как бы вроде бы ударный, то есть ты его чувствуешь, особенно как вот такой, как на гитарных каких-то комбоусилителях, на высокой громкости чувствуешь, но именно любителям там рэпа, басов всяких там, мне кажется, делать здесь нечего с такими колонками. А вот Кирвин Вега, я думаю, что 12-я, наверное, она может басить, но не знаю. И вот после этого всего Кирвин Вега VS-10, ну это нечестно, конечно, сравнивать, видите, у него меньше размер корпуса. Басовик, ну как на С-90, и с таким размером корпуса ее скорее как с С-50Б можно сравнивать, там с какой-нибудь электроникой 0.33, амфетоном 0.27. Ну, это же на марке, поэтому как бы она меньше, но дороже. Хотя, учитывая, что корвет 50 стоит, это 35. Кирвин Вега звучит более объемно, более разборчиво, чем корвет, и уж про 35 я и сообщение говорю. Более детально, более разборчиво. Не то чтобы там катастрофически лучше, но местами очень сильно лучше. Рок она играет более разборчиво. И у нее, ну, больше просто объемности. У корвета бас, не бас, в смысле, звук плосковатый такой. У Кирвин Веги объема больше, и, короче, ну, каких-то мелких нюансов. Вот. Плюс она тоже громкая, она тоже может очень сильно орать. Ну, конечно, корвет, наверное, не переорит, потому что он просто больше габаритами. Но в своем таком размере она, это... Кирвин Вега прикольная. Кирвин Вега звук, как я и говорил, 90-х годов такой с... Причем это надо вслушаться. То есть это так вот, когда три песенки не поймешь, а вот когда ты их долго слушаешь, ты понимаешь, что она любит такую какую-то музыку 90-х, такую заграничную. Меланхолично-романтичную какую-то, то есть это... Ну, рок она играет, но она не бешеная, то есть... А корвет, кстати говоря, рок играет не очень хорошо. Вот если бы он еще бы рок играл, был бы громкий, играл рок, тогда это было бы... Ну, можно было ему как-то простить. А так вот, типа ночью... Ну, танцевалку корвет играет, конечно, хорошо. Наверное. Хотя с не очень глубоким басом. А Кирвин Вега, она может играть всякие разные музяки. Ну, про это у меня отдельное видео, про нее обзор. И по-иномарочному, то есть на порядок, так сказать, лучше. Но не то чтобы прям очень-очень сильно лучше, чем корвет. А уж с 90 про них вообще можно забыть. То есть все вот эти вот 4-хомные особенно. Нафиг их. То есть, ну, после тюнинга, конечно, там уже совсем другой разговор будет, если там поставить динамики какие-то хорошие. Но с родными этими GDS, GDV, это все. Мрачняк. И просто куча искажений. Кирвин Вега играет чистенько, там никаких искажений нет. Хотя по тональному такому балансу, как бы и такой ярковатый звук, он вот именно по тоналке, он похож на 35iS1 чем-то. Ну, что касается баса, конечно, размерчик поменьше, чем у корветика. Ну, хотя, в принципе, такой же, почти какой с 90, по-моему, размер басовика. Это не самые богатые басом колонки Кирвин Вега ВС-10, но для своего размера нормально. По сравнению с этими, ну, я думаю, что с амфитоном лучше сравнивать. У него 75GDN3, который, он такой более мид-басовый, и вот он что-то похож на Кирвин Вега будет по звуку к басу. Ну, как бы, Кирвин Вега это фирма, это стиль, и они единственные в России, поэтому, может быть, кто-то всю жизнь мечтал о них там или как-то хочет. Объективно они, конечно, лучше играют, чем корвет. Ну, так, не сказать, что там в два, в три раза лучше, просто так, получше. Вот. И сильно лучше, чем вот эти глухие и всякие кривые 35iS1. Особенно в плане объемности и легкости, так сказать, донесения звуков до слушателя. Ну, все же, как бы, все на свои деньги, если смотреть по иномаркам, то есть за... Я за 35 продаю, а иностранные колонки такого примерно класса, как Кирвин Вега, десятая модель, они, это типа вот, там, Техник ССБ-6, Пионеры С-170, у меня такие были, но они существенно дороже, сейчас уже продается там 40, 50 и так далее. А Кирвуха стоит 35.